Как вы помните, ребята, а если не помните, напомню, карточка Льва Яшина, та самая скепочка FIFA 18, была, ну не сказать, чтобы неиграбельной, но точно не играла на рейтинг 94. Ну и вот, настало время 19-й части, и сегодня в видеоролике вы узнаете, будет ли лучшая карточка FIFA 19 тащить в данной игре. Ну или же опять по стандартной электроник-карте на похуй отнесутся к легенде. Здорово, чё, кого, сучары? А, 1xbet? Ээээ, я забыл. Ты чё, забыл? 1xbet, самый надёжный букмекер, самые быстрые выплаты и самые большие выдержки. Кстати, тут нам ещё награды за Division Rivals, подъедут через 29 минут, поэтому я думаю, что в конце ролика я открою пакетики. Ну и вообще, давайте я вам кулстори расскажу про свою дивизионную историю. В общем, я доехал до второго дивизиона и проиграл 6 матчей подряд. Я просто охерел от того, какие блядские роботы там тусуют. В итоге, естественно, меня перекинуло в третий дивизион. Round Connect это просто какая-то ёбаная шутка, серьёзно. Тут ты нажимаешь пасик, у тебя порой, блядь, эта хуйня срабатывает только через несколько секунд. Ты такой, чё, блядь? Иногда сам пасы даёт, иногда, блядь, нажимаешь на топ, удар он не реагирует. То есть задержка здесь какая-то лютая хуйтень. И я не знаю, что с этим делать. Я живу в России, блядь. Там крутые немцы играют со своим, блядь, нахуй, мега-крутым интернетом. Они всё заебись, а мы чё, мы вот будем играть с задержкой. К сожалению, это факт, и с этим ты ничего не поделаешь. Ну и вот, собственно, та самая карточка Льва Яшина. Если верить его плюсикам сыгранности, некоторые статы тут прям до сотки доходят. Ну и, в общем-то, вот мой основной составчик. Я думаю, все вы прекрасно уже знакомы с этими ребятами. Саной, которого я недавно поймал, успел уже за него 35 матчей сгонять. Итак, создатель фут. Ну, составчик не самый сильный, но меня и более лайтовые составы обыгрывали. Я, кажется, дойду до такой степени, что я возьму сам лично ливну в 10-й дивизион. Буду просто все матчи проигрывать и всё, чтобы хотя бы хоть немножко остывать от этой игры. Я не успеваю релакснуть, серьёзно. Эта игра, она должна доставлять тебе удовольствие. А получается так, что каждый ёбаный матч потеешь, как ёбаная сука, из-за того, что у тебя каждый соперник это какой-то ёбаный задрот. Тут мне повезло. Такое ощущение, вот серьёзно, когда я с одним и тем же соперником играю на протяжении всей игры. Один и тот же соперник, блядь. И этот соперник, блядь, это какой-то ёбаный робот, блядь. Так, ладно, цены, я чё-то тут запизделся, блядь. Ну, тут как бы льва Аляшина тестим, а я тут, блядь, жаловаться пришёл на FIFA. Не надо так. Так. И так. Ну, конечно, вот ты, блядь, лонгшот тут хуй забьёшь, потому что эти долбоёбы будут автоматом стелиться, как проститутки конченые, блядь. Давай с углового забьём. Так, у слёта через себя, это всё изи. Так, хорошо. Да, блядь, ну немножко пас не дошёл, блядь, ебучие пасы этой игры, как они меня бесят. Я вот реально вот вспоминаю первые игры в FIFA 19, насколько она мне сильно нравилась, я наслаждался. А сейчас это просто какой-то пиздец, блядь. Наслаждение практически 0%. Ну, давай, забей меня. Нет, повезло. Так, это что за полукиков тут? Да, вот как так баран пролетел? Ну, это пиздец. Ну, ты, вот ты вот при... Вот ты всегда знаешь, когда тебе забьют гол. Когда, блядь, варан пролетает, когда защитники тупят, блядь. И в ближний угол Яшин пропускает. Ну, вот такая вот история. Чуваки, вот серьёзно, вот как по нотам, как по скриптам. Ты всегда всё чувствуешь, блядь. Ну, вот хуй ты ударишь лонгшот, серьёзно. Они постоянно стелятся, бросаются под тебя. А ещё такая хуйня в игре есть, когда ты пытаешься ударить лонгшот, этот долбоёб вместо пушки бьёт щёчкой. У вас не бывает такой херни? Напишите об этом в комментариях. Может, я один такой ебанутый, блядь. Хорош. И забивай, Санэ. Да хуй там я ударил лонгшот. Чувак, я вот сколько не пытаюсь, блядь. Хуй там плавал. Так, очередная попытка ударить лонгшот. Ну, вы посмотрите, это просто до абсурда уже доходит, блядь. Как он успевает реагировать на такой удар, блядь? Ну, вот просто как он успевает реагировать? Блядь, а кто его держать будет? А зачем вообще нахуй держать? Ну, один. Мне забивает Фабиня с ударами 69, блядь. А Яшин смотрит и провожает мяч взглядом. Вот такие вот реалии у нас, блядь. Лучший голкипер FIFA 19. Летит все. Залетает просто абсолютно каждый удар, блядь. Я уже даже не бомблю. У меня тут уже такой луст-стрик, что даже терять нечего. Я серьезно, без шуток. Сейчас начну сливать все матчи, чтобы выйти, блядь, в 10-й дивизион. Потому что, блядь, играть такой пиздец, ну это невозможно. Смотрите, Яшин все пропускает. Просто каждый ебаный удар, блядь. Он даже не пытается вытащить, блядь, его. Ну, в общем-то, ребята, что я хочу вам сказать. Сыграл я за Льва Яшина 11 матчей, и это тотальное разочарование. Как он не тащил в прошлой части, так и не тащит FIFA 19. Как ни крути, так или иначе, рост является очень важным фактором для голкипера. А рост у Льва Яшина не самый большой, метр восемьдесят девять. Из матча в матч вы пропускаете какую-то лютую хрень. Ну, типа, кто-то скажет, что это какие-то неберущиеся удары. Ну, блядь, когда у голкипера рейтинг 94, ты как-то ожидаешь от него хоть какой-то пользы. А тут, получается, вы просто сливаете 600 тысяч, никуда так и не получаете нужного результата. Ставьте лайк, если считаете, что Electronic Arts петухи ебаные. Ну и, в общем-то, ждем награды. Осталось у нас восемь минут. Я пойду пока прогуляюсь, подушу свежим воздухом, так скажу. Итак, ребята, призы выданы. Осталось выбрать формат, какой будет этих самых призов. Я выберу, наверное, как и в прошлый раз, первый, где не продаваем игроки, но намного больше пакетиков. Форма Реала и два правых защитника из Реала. Так, мега-набор у нас на очереди. Будем верить в волкаут. О, есть волкаут! Отлично! Хорошо, давайте посмотрим, что здесь у нас будет. Золотой игрок. Это не Икона, не Информ. Бразилия, ЦЗ, Тяга Сильва? Нет, это Налдо. Ну, типа, ХЗ. О, здесь тоже волкаут! Два мега-набора, два волкаута, ребята. Это просто какая-то чудесная история. Надеюсь, здесь будет что-то поинтереснее. Цапник, Азил. Азил, Месут Азил, у него тоже рейтинг 86, блядь. Два волкаута, два говнаря, блядь. Испанец, факто, суса ебаный. Блядь, 84. Я, конечно, хотел бы Наймарчика увидеть лучше. Ну, тут Гомос упал, которым плюс-минус можно играть. Ну, и, в общем-то, ребята, вот такой вот видосик получился. Обзор на Яшина, пакцы, все смешал. Получился вот такой вот контент. Если вам видос понравился, естественно, поддержите его лайком. Ну, и, собственно, не забывайте писать в комментариях какие-нибудь приколюхи. С вами был я, PandaFX, и всем хорошего настроения. Покедо! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...